всем привет сегодня в этом кейсе шведская винтовка fx impact и специально для охотника нет сейчас будет ее обзор значит здесь у нас инструкция на английском языке есть подробная цветная на русском и сама винтовка отдельно хочу отметить кейс кейс предназначен для 4 пуль калибра который находится здесь а именно 762 на данный момент здесь у нас отсеки под барабаны максимально сюда поместится до 6 барабанов в каждое отверстие по 3 а то и по 4 в принципе если плотно закрыть поролоном и сама винтовка здесь как видим огромное расстояние для оптического прицела крупного или ночного прицела и отдельный отсек у нас получается под дополнительный ствол чем интересна эта винтовка в первую очередь это тем что очень легко можно поменять ее калибр если у вас например 45 вы можете минут за пять примерно поменять ствол и досылатель и у вас будет 6 35 калибр как поменять ствол как его демонтировать и как поставить новый вы увидите в этом видео но чуть позже и так что она из себя представляет это легкая тактическая винтовка с кевларовой колбой объемом 500 миллилитров здесь очень много различных функций настроек два манометра один показывает давление в резервуаре другой показывает заредукторное давление точнейшая матчевая настройка спускового крючка и рычажные боковое заведение регулируемый затыльник ствол у этих винтовок гладкотвистовый smooth twist так называемый это шведская разработка фирмы fx больше таких стволов вы нигде не увидите все винтовки fx обладают просто спортивной точностью в любом калибре вы можете позволить себе стрельбу на 200 и более метров с идеальными показателями также здесь есть планки вивер верхняя наверное все таки для клемматора оптического прицела или ночника на боковые можно поставить что-то вроде лазерного целеуказателя направленного микрофона и различных аксессуаров вот снизу удобно очень установить тактическую рукоять или сошки что касается модератора он здесь встроенный телескопический то есть вот мы можем стрелять с выдвинутым положением будет максимально тихо и собранным получается что будет более короткая у нас более короткий профиль и соответственно звук будет несколько громче хочу заметить что модератор можно использовать только в полностью сложном состоянии либо в полностью разложенном так указано в инструкции мы с этим спорить не будем потому что написано что возможно поломка если не соблюдать эти правила в целом винтовку мы бы не рекомендовали покупать новичкам эта винтовка которая требует очень бережного обращения то есть здесь очень много настроек нужно все сделать делать вдумчиво аккуратно и чтобы не испортить такую высокотехнологичную и прекрасную вещь резервуар у нас заправлен на 200 бар заправили мы кстати компрессором очень быстро очень удобно нам потребовалось порядка минуты чтобы с нуля до 200 забить резервуар это очень быстро существует конечно три способа заправки пи спи винтовок это самый такой простец ки насосом баллоном самый быстрый и вот такими вот компрессорами компрессор удобен этот конкретно тем что им можно и баллон заправить и винтовку все очень быстро электричество если есть под боком это вообще отличный выбор именно этот компрессор 2,2 киловатта он хорошо подходит для заправки напрямую пи спи винтовок а также баллонов до семи даже до девяти литров вот помимо этого можете купить по охотника нет мини компрессоры которые справляются с баллончиками там до четырех до пяти литров и портативные которые предназначены конкретно для заправки пи спи винтовок напрямую сейчас мы зарядим импакт у нас уже готов магазин на 14 патрон калибре 7.62 эти магазины у импакта гораздо больше чем у предыдущих моделей fx они увеличены и порядка на где-то с 35-40 процентов встаем магазинчик вводим досылатель и вставляем вот у нас все в принципе зашло досылатель должен свободно протолкнуть пулю в резервуаре у нас чуть меньше двухсот атмосфер за редукторное давление 125 атмосфер такое стояло с завода то есть стандартные ее показатели такие вот напоминаю вес пули 325 грамма это чешские gsb давайте я вам покажу это самые тяжелые пули из стоковых которые продаются в магазинах если не брать в расчет различные полнотелки и самодельно отлиты то это тяжелые охотничьи мощные пули по поводу регулятора мощности у нас есть вот такое колесико которое регулирует поджим пружины ударника вот у нее есть 7 позиций и есть вот это ручка управления клапаном против часовой стрелки в большую сторону настраивается мощность по часовой стрелке в меньшую сторону сейчас мы выставим среднюю мощность на четверочку поставим пружину ударника и среднюю установим здесь предохранитель кстати не автоматический если вы хотите винтовку поставить в боевое положение вы включили и у вас все выстрелы подряд будут в боевом положении имейте это ввиду 187 метров в секунду у нас получилось со средними показателями сейчас попробуем выставить тогда на максимум вот у нас что получится сейчас с максимумом уже почти 220 метров в секунду то есть разница порядка 40 метров в секунду от среднего до максимального показателя сейчас я расскажу как заряжать барабан для винтовок fx берем сам барабан прозрачной стороной к себе и тянем за верхнюю пластинку против часовой стрелки прокручиваем прокручиваем до упора здесь у нас свободное окошко берем пулю и тыльной стороной кладем ее получается с обратной стороны барабана дальше окошечко мы сворачиваем и остальные пули мы закладываем уже с пластиковой стороны проворачивая барабан по часовой стрелке возвращаем в исходное положение вот так выглядит пуля со стороны входа ствол вот и барабаном можно пользоваться барабаны для всех винтовок fx можно купить в охотника нет сейчас я покажу как демонтировать ствол или поменять калибр путем замены на другой ствол это достаточно просто для этого нам понадобится два шестигранника и немножечко ловких рук для начала мы снимаем ствол крутим вот этот барашек который собственно и фиксирует ствол больше здесь ничего нету можно его полностью убрать мы его уберем полностью для того чтобы потом установить ствол сейчас мы модератор выдвигаем и тянем потихонечку за ствол все нужно делать аккуратно потому что винтовка очень высокотехнологичная и тонкая здесь есть резиновые уплотнители их ни в коем случае нельзя травмировать вот мы собственно вытащили ствол складываем модераторы и в сторону его отправляем но это еще не все для каждого калибра у нас есть свой досылатель он идет вместе с комплектом со стволом если вы меняете калибр на меньший или больший здесь такой же барашек но его полностью откручивать не надо достаточно просто опустить затыльник вниз вот как раз сам досылатель чтобы его выкрутить мы берем ручку заряда и помещаем его вот в такое положение чтобы у нас был виден этот шестигранник берем ключик на полтора и потихонечку его начинаем откручивать главное попасть в пазы вот он у нас пошел и крутится этот винтик удерживает досылатель в неподвижном состоянии вот мы его выкрутили теперь можно спереди этот досылатель протолкнуть назад этот винтик лучше вытащить потому что он все равно так или иначе фиксирует этот досылатель и не дает ему свободно выходить и не дает ему свободно выходить и вот собственно мы его поймали вот мы видим канавку в которую как раз вкручивается этот винтик с шестигранником на полтора он фиксирует перепуск чтобы он стоял вниз вот здесь есть шестигранный ключ сейчас я объясню для чего он нужен вот собственно мы сняли ствол берем допустим новый мы берем тот же у нас другого сейчас нет вот и все в порядке немножко обратно мы делаем берем досылатель также отводим назад ручку сейчас мы попадем в отверстие и зафиксируем его в нужном положении шестигранным ключом вот мы совместили можно шестигранник лучше положить он будет самостоятельно его фиксировать и сейчас аккуратненько закручиваем стопорный винт если он без труда заходит полностью это означает что вы все сделали правильно досылатель установлен теперь возвращаем родной ствол это отверстие должно быть сбоку так как этот барашек совпадает с ним а перепуск внизу как и на досылателе также медленно и аккуратно возвращаем его обратно в порядке и в порядке и 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 до упора вкручиваем винт и все готово вот вы сменили калибр у винтовки или съемный ствол обратно поставили все достаточно просто так такие винтовки как fx impact со шведскими стволами smooth twist это самое новое что только сейчас можно увидеть в PSP строении вы можете купить в охотника нет они всегда есть в наличии в различных калибрах поэтому покупайте в нашем магазине а fx зеркальем с из